Переходим к следующему уроку. Это загрузка видеопроекта и установка переходов и титров видеодорожки. Итак, открываем видеоредактор Movavi. Редактирование видео. Через функцию файл, через кнопочку файл добавляем недавние проекты. Добавим урок номер три, вот этот проект. Так он у нас наблюдаем уже сразу моментально загрузился. Значит мы делали обрезку, я делал обрезку кусочков вот этих вот, которые со звуками МЭП. Значит сейчас итак друзья первый урок, как итак мы сейчас будем загружать переходы для того чтобы смотребельное видео, видео у нас длительностью внизу 5 минут 13 секунд. Значит для того чтобы загрузить переход, ищем моменты где это будет более актуально. Вот мы можем здесь сделать переходик, чтобы смотрелось у нас более-менее. Вот нажимаем вот эту функцию, добавление переходов. Здесь у нас сразу есть подсказка, закрыть подсказки и смотрим, что у нас есть избранные, которые мы можем запомнить как избранные, популярные переходы. Вот при нажатии мы видим, что здесь вот такие вот, такие эффекты создаются. Например вот такие, вот такие эффекты видео и так далее. Вот такие интересные эффекты есть, художественные. Вот например, разворот рулона или открытие книжки, страницы вот таким образом, таким. Открытие страницы влево, вправо, кому как нравится. Размытие, ну в общем понажимаете и посмотрите. И посмотрите, что вам более интересное. На практике я применяю популярные. Давайте вот сюда, в этот добавим. Посмотрим, что здесь. Идет скачивать. Видите, переходик такой. Так. Ну, много переходов не нужно делать. Все, теперь переходим. Много переходов не нужно делать. Сейчас уменьшим масштаб. Допустим здесь. Посмотрим, что мы можем. Все. И в конце я, допустим, для себя, мне нравится вот эта концовочка. Я устанавливаю его в самом конце. Так, смотрим. Идет загрузка, конвертация. Первый урок готов. Все. Проверяем запись. Так, есть. То есть переходы установили. Теперь можно... А, еще хотел обратить внимание. В третьем уроке я не показывал. Звуковая дорожка. Допустим, мы можем звук сделать громче или тише. Но это, будем сказать, нужно отдельно вам показать. Вот. Это отдельно я покажу. Давайте установим титры. Опять-таки, подсказочка у нас есть. Выскакивает. Закрываем ее. Есть титры популярные, простые, художественные. Ну, это, в общем, на любителя. То есть нужно поиграться кому как. Так. Вот. Я установлю титры, допустим, вот такие. Видите? Справа у нас выскакивает. Каким образом устанавливать? Выделяем область. То есть ищем сначала место, где установить. Это у нас будет урок называться. Вот здесь мы поставим... Поставим... Галочку. Так. И перетянем, значит, вот этот вот. Сюда титры. Вот они есть у нас. Чтобы назвать, нужно перейти в это поле. Вот у нас, видите, выделяется. Здесь вот такими квадратиками тексты. Значит, мы можем изменить размер текста. Для того, чтобы... Для того, чтобы правильно, без ошибок написать, я обычно делаю это в Word. И переношу сюда текст, копируя. Давайте сейчас... Создадим... Мордовский документ на рабочем столе. Откроем его. Так. Открываем. Назовем урок... Скачивание. Скачивание... Скачивание... Диска и загрузка на ТК. Персональный компьютер. Так. Раз. Сохраняем. Копируем. Есть. И сюда вот вставляем. Сюда вот вставляем. Видим, что она по размеру не подходит. Вот. Видите, скачиваем программу. Значит, что нужно? В верхнем поле мы видим здесь определенные функции. Вот нажимаем кнопочку Т. Видим, какой шрифт выбираем. Ну, оставляем по умолчанию. Устанавливаем размер. И сразу видим, что у нас изменилось название. Так. Это можно все двигать. Расширять. Линию. Расширять. Так. Урок пишем. Урок номер один. Урок первый. Так. Хорошо. Ну и смотрим, что у нас получилось. Это ссылка. Вот вверху. Зашли мы по ней в Google диск. Естественно, для этого нужно иметь свой аккаунт. Так. Но можем немножко сделать длиннее. Движком этим вот раздвигаем титры. И смотрим, что у нас получится. Вот вверху. Зашли мы по ней в Google диск. Естественно, для этого нужно иметь... Размер можно изменить. Когда движок у нас стоит в этом месте. Вот здесь вот на месте титра. Видите, мы можем изменить. Два раза нажав левой кнопкой мыши. Можем изменить размеры. Больше, меньше. Сделать 8,50. Или там больше, или меньше. Ну это в общем все индивидуально. Можем опустить вот эти вот линии, чтобы они не мешали изображению. Так. Это установка титров. Ну в конце можем установить титры. Допустим. Титры простые. Печатная машинка, например, такие. Либо прокрутка вверх. Видите, вверх прокрутка влево-право. Подписывайтесь на наш канал. Например, вот я сюда установлю. Вот, значит, в конце, например, подписывайтесь. Видите, белые буквы. Я ничего, мы ничего не видим. Значит, напишу. Видите, не видно. Ничего не видно. Значит, что нужно? Изменить цвет. Для того, чтобы изменить цвет, эти тексты, нам нужно, допустим, выбрать, Ну, какой красный, да? Вот у нас красный. Ну, красный не очень. Давайте, допустим, зелененький. Тоже не очень. Давайте установим. Давайте черный цвет. Вот. Пи. 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 Ти. Все. Вот у нас получилось так. Посмотрим, что у нас получилось. Все, закрываем. Это нам уже не нужно. Видим, что размеры не подходящие. Надо, что уменьшить, начать масштаб шрифта. Давайте взявим 50. 60. Можно вот так, таким образом, подвинуть, развернуть его, как вы хотите, вправо, влево. Можно поставить влево, вправо. Так. Вот таким образом, например, так подвинули мы. И смотрим, что получилось. Закрываем. Это нам уже не нужно. Так. Получилось некрасиво. Все закрываем. Подписывайтесь на канал. Значит, немножко расширим, чтобы все буквы вместились. Все. И проверяем. Все закрываем. Это нам уже не нужно. Так. Можем подвинуть вправо, влево, как мы хотим. То есть, ну, диаполе свободное, более удобное для того, чтобы было корректно смотреть вашим подписчикам. Все. Спасибо за внимание. Сохраним этот проект. Нажимаем кнопочку закрыть. В следующем уроке мы посмотрим, как загружать фотофайлы и звуковые дорожки. Все. Сохраняем проект. Закрываем. Напомнить позже. До свидания. Спасибо за внимание. Сохраняем проект.